Уважаемый Алексей Евгеньевич, уважаемый Борис Юрьевич, основатель движения коллеги, мы рады видеть вас на нашей очередной встрече, отмечаем с удовлетворением возросший интерес в последнее время российских деловых кругов к сотрудничеству с Министерством иностранных дел. У нас общие задачи, у нас есть сравнительные преимущества, которые дополняют потенциал и внешнеполитического ведомства, и наших объединений деловых кругов. Чем эффективнее наша экономика, чем эффективнее наши предприниматели работают на мировых рынках, тем увереннее мы можем проводить нашу внешнеполитическую линию. И, с другой стороны, чем прочнее наши международные позиции, чем авторитетнее Россия воспринимается в окружающем мире, тем, наверное, легче вам, бизнесменам, российским компаниям, предпринимателям заключать выгодные соглашения с иностранными партнерами. Мы 8 лет назад подписали первые соглашения о сотрудничестве между Министерством иностранных дел и деловой Россией. За это время немало воды утекло, жизнь стала гораздо богаче. Наш бизнес освоил многие грани международного опыта в сфере предпринимательства. Внешняя политика Российской Федерации также за эти годы продвинулась вперед и накопила немалый потенциал. Поэтому совершенно естественно, что сегодня на нашей встрече мы увенчаем дискуссию подписанием нового соглашения, которое уже отразит современные реалии нашего взаимодействия и наметит пути сотрудничества по тем направлениям, которые актуальны сегодня. Я предвкушаю интересную дискуссию, благодарю вас за постоянное сотрудничество, понимание и рассчитываю, что те усилия, которые Россия предпринимает через Министерство иностранных дел в поддержку интересов российского бизнеса, в интересах его недискриминационного участия в международном разделении труда, что эти усилия будут и дальше приносить результат. Спасибо большое, Сергей Григорьевич, коллеги. Сергей Григорьевич, во-первых, позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и возможность провести нашу встречу в стенах Дома приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации. У государства и бизнеса общества очень много общих целей. Это и диверсификация нашей экономики, и обеспечение устойчивого ее роста, и создание новых рабочих мест. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» – это союз предпринимателей несырьевого сектора, интересы которых направлены как раз на устойчивое и долгосрочное развитие нашей страны. Организация объединяет предприятия, представляющие более 80 отраслей, таких как машиностроение, легкая промышленность, IT, композиты, биотехнологии, фармацевтика, сельское хозяйство и многие другие. И для нас очень важно устойчивое развитие всех этих отраслей и экономик в условиях глобальной конкуренции. Последние годы стали вообще для России достаточно серьезным этапом интеграции в мировую хозяйственную систему, и появились новые горизонты нашей внешнеэкономической деятельности, одновременно новые вызовы и требования. В условиях глобализации, с одной стороны, и появления региональных альянсов, с другой, возможности интенсивного развития наших российских, особенно несырьевых предприятий, базируются на успешном выходе на международные рынки, включении глобальную кооперацию в цепочке создания добавленной стоимости, стратегических партнерств с международными компаниями в области перспективных разработок, трансфер технологий, производства, глобального производства и маркетинга. Причем российские несырьевые компании, в отличие от наших многих иностранных конкурентов, создавались уже в эпоху глобализации, не имели, соответственно, возможности комфортного развития на закрытых национальных рынках. И поэтому, я считаю, задача и государства, и деловых объединений – это обеспечить российские компании необходимым арсеналом возможностей, сопоставимым с тем, которые предлагают сейчас другие страны. Стремление выйти за пределы внутреннего рынка, ставка на глобальную конкурентоспособность технологий и продуктов – это характерная особенность компании-членов деловой России. Поэтому в сентябре 2012 года было принято решение о приоритете развития международной деятельности в организации, создано соответствующее направление, началась интенсивная работа. За это время установлено взаимодействие с международными ассоциациями предпринимателей, деловыми объединениями, успешно проведены ряд бизнес-миссий, международных мероприятий. Глава России стала активно участвовать в бизнес-программе БРИКС, АТЭС, ШОС, ОСИАН, Всемирно-экономического форума. Рядом данная активность привлекла интерес не только российских, но и иностранных компаний, готовых инвестировать в российскую экономику, создавать здесь новые производства и новые рабочие места. Для координации интересов российского и международного бизнеса было принято решение о создании Международного совета деловой России. И мы надеемся, это решение позволит укрепить атмосферу доверия, улучшить деловой климат и будет способствовать привлечению новых инвестиций в российскую экономику. Одним из первых проектов Международного совета стало создание института бизнес-представителей деловой России, задача которых способствовать развитию благоприятных условий для торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными компаниями и поддержки интересов российского бизнеса в отдельно взятых странах. Эти бизнес-представители уже начали оказывать информационное и консультативное содействие нашим российским компаниям, членам деловой России, в частности, в продвижении их проектов и инициатив в ряде стран. Вообще, для деловой России международный аспект деятельности имеет принципиальное значение, поскольку мы объединяем не только национальных чемпионов, то есть крупный бизнес, но и малый, и средний, региональные компании, даже стартапы. И поэтому для них при ограниченных собственных ресурсах и минимальной, зачастую нулевой, экспертизе, компетенции в области внешнеэкономических вопросов крайне важно иметь возможность воспользоваться интерфейсом деловой России для выхода на внешние рынки и, соответственно, получения доступа к механизму государственной поддержки. При этом мы хорошо понимаем, что со стороны государства центральное место в системе институтов экономической дипломатии, безусловно, занимает Министерство иностранных дел Российской Федерации. И мы очень рассчитываем на помощь Министерства и российских зарубежных представительств по различным управлениям, от консульской поддержки до производительства и дискриминации отечественного бизнеса на зарубежных рынках. Именно поэтому так важно сегодняшнее подписание нашего обновленного соглашения о сотрудничестве. И мы рассчитываем, что оно действительно окажет позитивное влияние на укрепление позиций российских компаний на международных рынках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!